Я сегодня понял, что есть два депутата Барна. Один может спокойно выступать в эфире Шустерлиф, очень взвешенно, по-государственному, призывать здравомыслию, борьбе с коррупцией, к тому, чтобы все в Украине было хорошо. Есть другой, который может схватить премьер-министра, сдвинуть его с трибуны, стать героем фотожап и опозорить нашу страну на весь мир. Если утром я считал, что это эмоциональный поступок господина Барна, то сейчас я четко вижу, что он выполнял чью-то волю. Чью? Время покажет. В первую очередь, политические силы, в всяком случае, наша политическая сила президента должны прекратить заниматься взаимными обвинениями, прекратить практиковать ситуацию, когда отдельные депутаты из некоторых политических сил коалиции публично оскорбляют друг друга, и прекратить подковерную борьбу. Потому что Украина нуждается в единстве. Именно об этом говорил вице-президент Соединенных Штатов Байден, когда выступал в Верховной Раде. Помните, с чего он начал свое выступление? Он сказал, вспомните 2005 год, вспомните, как после помаранчевой революции за полгода все разругались друг с другом. Чему это привело? К возврату Януковича, а потом к тому, что нашу страну отдали, как в колонию Путину. Потом были соглашения о Черноморском флоте, потом было насаждение среди министров и спецслужб российских агентов, потом было вторжение в Крым, вторжение в Донбасс. Вы этого хотите? Поэтому мы будем говорить с президентом о единстве. Мы хотели бы, чтобы президент и публично заявил о своей позиции в отношении правительства, и чтобы не публично он делал все возможное для того, чтобы его политическая сила, наша политическая сила, а вместе с нами и другие фракции, коалиции перестали заниматься публичным выяснением отношений, игрой в борьбу в телестудиях, занялись реальным реформированием страны. Продолжение следует...